друзья всем привет у нас капает с крыши да потихоньку лужи везде идет дождь обещают усиление дождя даже вот я собираюсь на работу здоровски мы посадили как бы пройти туда посмотреть на наши арбузики дыньки наверное не пройду хотелось бы пройти но налипнет на ноги грязи ага сегодня мы хотели посадить капусту и помидорки посадили но ничего завтра надеюсь дождя не будет так нам сегодня еще малышей должны привезти мы заказывали там цыплят чем поехать в галошах ботинках волосах о надежда еще что-то вывесила отчего на столба ладно да так если все зависит будет вообще ништяк погодка друзья конечно сейчас даже если и и домой отпустят чем дома заняться отдыхать спать это есть кое-что что я хотел бы сделать крышу так не доделал там это самое заглянул что щель на шифере трещина людей вообще никого после праздников люди спят отдыхают еще погода такая одна машина приехала тишина надеюсь что меня тоже отпустят как дела как дела у тебя мальчики есть у тебя мальчики есть то у меня алиса стаи хотят котенка кошка кошка тигр ладно подрастайте потом посмотрим да я дома уже видно эти наши цветочки прямо хорошо видно теперь вот они сходят а будет попалывать этот их можно поделить можно можно поделить на пускай подрастают их можно поделить и так вот на кусты то есть так вот раз там да вот а можно можно попробовать укоренить каждую вот эту штучку вот этот каждую отдельно укоренить можно попробовать и она вырастет кустом таким букетом к осени это сейчас самый такой шикарный пчелка заблудилась тут промокла наверное или замерзла а не полетела вот еще вот еще эти цветы ой здесь как шикарно взошли вот прямо площадь какая здесь сходят надо этот не давать им зарастать главное теперь ну чё под забором там ой так вижу это все оно один куст второй куст это тоже все оно третий куст четвертый вот оно совсем чуть-чуть но выжило всего я приехал на обед бегаю теперь у нас пополнение пока меня не было так мне нужно нужен удлинитель какой-нибудь какой-нибудь ненужный теплицы в дни тебе такой с пылесоса удобная штука кстати скажу всем привет ой 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 какие вы большие давайте их быстренько кормить вот почему они плачут пойдемте греться пойдемте выносить давай что там за водичка ты больше сварила круто вот такой антибиотик надо развести ну вот тут инструкции есть все есть да нам тут распечатку дали чем их поить чем кормить как раз я вот в чайнике в воду может вот так вот сделать им калорина 05 05 то делай 05 тогда лекарства и лекарства на 05 тоже колоти это антибиотик точно как в аптеке ну да лучше свежую водичку да завтра еще 05 это в течение пяти дней с первого по пятый день пока не переворачивай там перевернем все пойдемте вот такую штуку на скорую руку сейчас вам тут и водичка будет и кармишки добро пожаловать в новый дом разбегайтесь надо еще купить сейчас в обед с бегом если продаются я сегодня после обеда на телефоне вот попугай что-то заволновались там тепло да под лампочку идите ой сейчас еще кормушку купим вот такая да мы конечно знали но не готовились сейчас купим кормушку вам еще идите там тепло у нас тут ветерка нету а давайте давайте под лампочку намочила немножко да один маленький цыпочка все грань замолкали затихли ну вот немножко меньше видишь вот забежал на кормах тоже маленький мы вам сегодня кормушку купим еще красивую и растите подрастайте они очень быстро растут алиса очень-очень быстро они через месяц уже будут как взрослые куры до 45 дней не будут уже большие при большие по несколько килограмм там солнышко там так лампочку не трогайте она очень-очень горячая но они еще не трогают он глянь как уже глазки позакрывали под лампочкой она как солнышко светит вот эту ручку вот так ручку поставь и почувствуешь тепло от лампочки чувствуете да у нас прямо это алион же видел зоо сад какой-то у нас в руках без клетки ой там что родно они не выпрыгнут они маленькие еще да лампа кстати дорогая закрепить попугай как раз говоритесь да они подрастут и мы в большую клетку их отнесем да а еще потом немножко подрастут и потом будут у нас котлеты и все еще чебуреки пускай они подрастут как были наши куры да как куры подрастут они будут как куры чтобы они были старенькие у нас и куры нету а когда они выездят мы подокурим да 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 яички снесут яички снесут яички снесут яички снесут яички снесут яички снесут яички снесу и снесу мы пойдем за улицы обратите внимание это рабс последние дни в одноклассниках очень модная фотография на фоне рабса оооо рапс одноклассник У нас в машине гость. Ругаться не будут ваши женщины. Ваши женщины ругаться будут. Там уже копали, видишь? Да, они выкапали. Это скажи, я буду на них ругаться или нет? А он еще, видишь? Ирисы красивые. Маленькие, правда. Почему ирис, если петушок? Может, это в народе петушок. Такая фиалка, вообще как зебра. Такая фиалка. мячик массаж только че нет вот это классно считался счетчиком это кормушка наверно на 200 петлят это просто для цыплятка старте это который на поле содержание им обычно такие ставят задюшка могут надо было взять эту с и все а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, это нам знакомые папоротника дали. Мы им рассаду, а не нам папоротник посадим. Друзья, это тебе соединилка. 155 рублей. 195? А что сказали, 200 с чем-то? А я не знаю. А взяла 200 с чем-то. Да? Нет. 205 это я платила. Я не помню, сколько я платила. Ну, есть семена морковь еще из вашего. Хотела взять мяту. А у нас есть морковь. Семена? Нету. Я смотрела, нету. Нету? Хотела еще съеху взять. Ну, я думаю, заеду то и хватит. Такую кормушку взяли. Хотели поменьше взять, но была еще больше. Меньше не было. Так самое маленькое было в этом магазине. В другом тоже не осталось. Только у кормушки, да? Она влезет хоть в клетку, мне интересно. Ну, в эту, может, не влезет. А они же быстро растут. Ты же пересадишь через неделю в другую клетку. Я думаю, там она станет хорошо. Да, это мы... Чтобы она не перевернулась, Юля говорит. Надо просто кормушку не полно насыпать. Вот так вот. И она не перевернется. Мы карманы взяли для уток. Ну, ничего. Может, потом маски тут продаются. Так, в общем, мы ездили за кормушкой и за вот этой штукой. В итоге... Да, в итоге... Яблочко. Дети повыбирали себе апельсинчик. Конфетки. Что там такая теплостая? Зубная паста. Это тортик. Что-то взяли. Что это? Что это? Киси. Киси. А мы взяли киси? Да, я тебе взяла. Мюсли. На завтрак очень удобно. Еще один. Да, друзья, бывает такое, что на завтрак, ну, вот сегодня, например, было бы удобно. Вот такой. Это пряник или печенье? Не знаю. Печенье с малиновой ночью. Творог. Творог. Вы посмотрели, когда позавчера, да? В хронике Нарнии. Там мальчик за рахат лукум продал брата. И отдал детям, чтобы попробовать что-то такое рахат лукум. Тая консервис хватила. Да. Дальше. Майонез. Мыло. Вот это банное, оно не банное. Банное вообще не соответствует. Да. Только название. Так, что же тут сметана? А, ряженка. А, ряженка. Снежок. Сметана. Взяли такую в этот раз. Тут конфеты немножко совсем. Ручки я себе взяла. В котором, по-моему, как пишутся. Так, лимонад. Ручки. Это не таким цветом будет писать? Нет, это обычные ручки. Просто я взяла поярче, потому что они обычно теряются. Симпатичные. Я фикс-пайси брала. Ялки. А почему они ялки некоторые? Это на бумажке попробовать. Да. Просто там подписывать. Мне маркером очень неудобно. Он просто пишет, я по этому ручку взяла себе. Немножко хотел другую, но там не было. А каким ты маркером пишешь? Очень хотел пить, до сих пор хочу пить. А, как же, опять пить? Что там еще? Вот это самое классное. Это в моей подружке день рождения было. С опозданием я взяла подарок. Чего, ладно? Да. Вот. Вот. Такие вот кушки мне понравились. Вот нам надо такой, глянь, как оно раз. Оно очень классно. И стоит, так и место не занимает. Да. И вот у меня прям, ну, для чая, наверное... О, что-то они немножко испачканные. Этот, как его, маленький, наверное, для чая, да? Ну, кому как. Ну, такие просто симпатичные. Алиса, ну что ты делаешь? И удобные. Поэтому мне прям хочется, ну, приятными человеку сделать. Я вот такие вот кружечки взяла. Красивые. Мне нравятся они. И удобно так с поставочкой. А мы картинки покажу. Фламинго. Везде фламинго, да? Розовый. Розовый фламинго, да. Розовый фламинго. Вот такой вот набор. Снежа. Это на один рожки. Вкусно снежа. Еще я взяла тоже салатинку. Тоже такая она мне понравилась. В этом магазине тут ничего нету. Такая салатинца оригинальная, я считаю. Такая, ну, она керамическая. Керамическая тут. Ценник. И сейчас все. Снимаем. Ценник только поснимаю. Ну, потом снимешь. Ну, такая вот красивая. Я думаю, обрадуется человек. Она любит готовить. Приглашает кастей. У нее посуда есть коричневая, наподобие этой. Я думаю, вот правильно, наверное, я так вот выбрала. Турецкие носки. 80% хлопок, 15% полиамид и 5% лайков. Ну, они хорошие носки. Эти уже подорожали. Наверное, позднее за 85 рублей. И те, которые 6-7 рублей. Так, все, я тебе их носки взяла. О, мне, я только не знаю, мне. Да. Тебе вот за 35 я взяла. Вот эти 55 и вот эти 60 рублей. Цены разные. Ура! У сварщиков вообще носки, это проблема. Все время дырявица. Так, нет. Да. Щетки зубные. Я себе вчера купил. Да. Пятерочки 100 рублей. Но в этом магазине, мой любимый магазин 60 рублей. И губки такие взяла. Я люблю такими вкупками пользоваться. Они вот открываются, ну, такие хорошие. Надолго хватает. Они тоже стоили раньше 35-55 рублей. Сейчас они стоят тоже 87 рублей. Ого! И это кому-то интересно. Ого! У меня точка такая. Ну, я потом взяла в подарочек такой пакетик. Все, ну, сложу. Думаю, может, заверну еще бумагу тоже. И сложу и подарю вот так вот. Такой вот подарок. Я думаю, хороший подарок. Хорошему человеку хороший подарок. Так, в общем, съездили за кормушкой. Вот так вот. Это мы съездили за кормушкой. Ну, наверное, был я голодный. Хотя борща поелся. Я говорю, что я уже кормила. Всех покормила. Они голодные. У меня точно такая же щетка. Точно такая же, да? Да. У меня тоже такая, только зеленая. Я пользуюсь, друзья, детскими щетками зубными, потому что, чтобы мягкая щетина была, выбираю. Очень тяжело найти с мягкой щетиной. Вот такие я покупаю. Потом я улучшила. Пока. 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 Пока.